Война началась. Я годовалый ребёнок. Естественно, я ничего не могла помнить о войне. И первые вспоминания у меня остались о войне только уже в три года. Я помню, что живу я у дедушки с бабушкой, ещё одна бабушка. Мамы нет, ни брата, ни другого дедушки. Я этого ничего не понимала. И вот такое событие. Мы сидим за столом в комнате. А дом – единственная комната. А напротив меня глухонемая бабушка. Это сестра дедушки. Она переболела в 7 лет менингитом и совершенно оглохла. Но разговаривать могла. Она со мной разговаривала таким небесным голосом. А со взрослыми они общались жестами. И вдруг я вижу. Открывается дверь. И входит в дом мужчина в серой одежде, с автоматом. Держит что-то, ну какую-то банку в руке. Бабушка посередине комнаты. Он к ней подходит, отдаёт эту банку. И что-то говорит ей и уходит. Мужчина ушёл. Бабушка начинает топить печь. А это было к вечеру. Но тогда-то я не понимала. Это мне уже после рассказали. Топить печь и что-то варила. Через какое-то время снова заходит этот солдат. Забирает, уходит. Дедушки в доме нет. Потом снова через какое-то время он заходит. И подходит ко мне и подаёт коробочку. Красивую коробочку. Закрытую. А я подбегаю к бабушке. А бабушку в деревнях носили такие широкие юбки. Ну все в деревне бабушки, женщины ходили. Я взяла эту юбку, закрылась и прижалась к бабушке. Он ушёл. Потом тут же вернулся уже с открытой. А там оказались леденцы такие цветные. Я опять не беру. Ну бабушка говорит, возьми. А я опять спряталась. Он отдал бабушке. И после потом бабушка говорила. Этот солдат ей объяснил, что я не хочу воевать. У меня дома такая же дочка. А они оказались в этом доме, когда наши войска уже гнали немцев на запад. То есть была разбита колонна на дороге. А дорога с Москвы на Минск. Тогда ведь не было ни асфальта, ничего. Просто насыпная дорога. А с другой стороны железная дорога. И вот они с этой дороги, оставшиеся в живых немцы, бежали на вокзал. И какое-то время делали передышку в этом селе, где я жила. Они распределились, видно, там по домам. И часть вот была в доме у дедушки с бабушкой. И они вот как только зашли, дедушку с собой взяли, чтобы он никуда не ушел, чтобы он оставался с ними. Он так оставался с ними, пока они не ушли. Утром я проснулась, солдат уже нет. Бабушка сготовила завтрак. И потом я слышу сирену. Такая страшная сирена, прямо закладывает уши. И вы знаете, у меня не было страха, только какое-то любопытство. Дело в том, что со мной взрослые люди, а со взрослыми ведь не страшно, они ничего с ними не делают. И вот входит дедушка в дом, берет меня на руки, обе бабушки, и мы бежим в погреб. Погреб, ну во дворе практически, вырыт с таким шалашом. Открыли погреб, сначала бабушки туда забрались, потом меня взяли. Дедушка закрыл и остался в доме. Какое-то время мы там сидели, потом снова сирена, она уже глухая. Ну и слышны были разрывы снарядов. Меня, значит, вытаскивают, выдают дедушке. Я, значит, помню, он меня бьет на руки, несет в дом, а в доме ни одного стекла. Все стекла разбиты. В дом зашли, и вы представляете, эти стекла были не просто там вот осколки какие-то, а как будто вот жернова их перемололи, мелкие-мелкие. Бабушка сметает в табуретке стекла, сажает меня, и начинается уборка. Уборка, еще не убрались, и вдруг слышим такой вой, голос страшный, плач женщины. Убегает соседка напротив, через дорогу. У нее, оказывается, когда наша бомба упала, ну, около дороги, но в ее огороде. И осколком, осколок пролетел в окно, попал в люльку и убил ребенка. Она была на печи, спрятана за трубой, а люлька-то висела. И она сначала не заметила. Когда сирена прошла уже, вторая, она сошла тоже, слезла с печи, стала убираться, и потом ей что-то показалось, почему ребенок молчит, не плачет. Она посмотрела, а он мертвый. И вот у нее была истерика, мне это вот все запомнилось. Я видела, как бабушка ее обнимала, успокаивала. Ну вот. А об этой бомбежке потом уже, я помню, вспоминали ребята, вот мальчишки. Они все рассказывали, как, ой, как наши летчики, ну, они называли истребителями. Истребители, они вот так, ву-жжжж вниз. Вы знаете, они специально летали, бомбили так, чтобы не попадать в дома. Вот, наверное, спускались вниз и бросали бомбы вдоль дорог, около мостов. У нас в деревне, где я родилась, но не жила, там, где мама оставалась с братом, с дедушкой, с папиным, в общем, отцом, она говорит, у нас только поле одна бомба разорвалась и у моста речки, то есть мост раскидала, а какие там мосты в деревне? Я жила в Брянской области, от Брянска 200 километров, от районного города 120 километров, едешь, допустим, по дороге на Минск, наших деревень и сел не видно, они где-то внизу, потому что там дальше река, и вот река – это низина, а потом как-то возвышенность, и вот эти дороги идут на Минск. Ну, никаких там таких стратегических объектов не было, и поэтому слишком-то не бомбили, а больше бомбили вот там, где я оказалась у бабушки-то, потому что там с дороги, все-таки по дороге техника шла, это немецкая, и по железной дороге немецкая техника шла, вот, вот там бомбили посильнее, и эти воронки, они потом зарастали, когда я к бабушке ходила уже школьницей, они зарастали, ну, так и оставались, такими ямками заросшими. Чем занимались немцы? Как только они вошли, оставляли штаб. Сколько там было немцев, я не знаю, но они начали с того, что составляли списки. Вот ходили у нас в село 300 домов и деревни 80, а разъединялись только речушкой, и как будто это вот одно селение. И, естественно, они сначала выбрали себе полицая из местных жителей, но полицаи были разные. Были предатели, а были помощники. Вот. У нас оказался помощником. Вот. Немножко, поскольку немцы по-русски не совсем понимали, сначала вот этот полицай приходил, допустим, список составляли животных. Вот. Отвернется с автоватом, спрашивает, сколько куриц? Хозяйка скажет 10, ну, 7 запишем. Вот так. Ну, и перепись была полностью от животных, имущество. Ну, а до того, как они, значит, пришли, война-то уже началась, начали копать окопы у нас, огороды большие и сады хорошие. Где-то квадраты вот такой, ну, примерно сотки на две. Там яблони, груши, сливы по межам, кустики, малина, ну, и так далее. И вот в этих местах рыли ямы и набивали туда соломы, делали, закрывали верх и засыпали землей. Вот. Туда, когда вот такая облава была немецкая, прятали детей и могли поросенка туда спрятать. А еще какое имущество в деревне, там нищая деревня, иконы прятали. Икон было много у всех. Прятали иконы. Ну, вот так вот. Но работали, все равно работали, на полях работали. Заработали, ну, давали какую-то часть этой продукции, чтобы не умерли с голода. А все, что выращивали, естественно, это все отвозилось немецким солдатам. Поскольку в оккупации и поля без удобрений, колхозный скот был уничтожен, много деревенских, там крупного рогатого скота забирали, поросят забирали, поскольку они были переписаны, поросят забирали, ходили, требовали яички. Вот. Мы все. Ребята играли, когда вот выиграли в войну, и с автоматы свои делали деревянные, там из дерева несколько, ну, какие-то палочка длиннее, покороче, свернут. И вот играли, он несет, и матка-яйка, они все говорят, матка-яйка, значит, надо все яички, и они уже знают, что там у нее, допустим, шесть курищ, она столько вот должна отдать. Дай бог ты там мало дашь, да, тебе, ну, претензия какая-то будет. Ну вот. А когда уже их выгнали, кому обрабатывать эти поля? Там многих поубивало на фронте. Отец мой погиб только вот после того, как освободилась деревня от немцев. Только тогда пришло извещение дедушке, что, в общем, мой отец погиб без вести пропавший. Вот без вести пропавший. Так, эта бумажечка у дедушки осталась, и она потерялась. Жили мы без паспортов, без света, без радио, этого ничего не было. Вот. Если надо было вечером, как-то там вот ночью, то жгли лучинку. Специально готовили лучинки такие сухие, вот. Их жгли. Или свечки были. А потом уже давали, ну, покупали, видимо, керосин и делали такие, ну, лампы такие самодельные с ветельком. Зажигали ветелек, подвешивали к потолку. Вот такие у нас, такое освещение было. И с таким освещением я стала ходить в школу. А брат мой, он постарше меня на пять лет, он во время войны все-таки ходил в школу. В школу ходили очень мало детей. Война закончилась. Естественно, радость была у всех. Выразить этого нельзя было, но и плакали. Очень много плакали, потому что не вернулись с войны у многих. Многие остались без отцов, без сыновей. У меня погиб отец, погиб дядя на войне. И это горе, конечно, оно невосполнимое. Что несет война? Она несет смерть, голод, страх. И сейчас, когда вот эта даже операция идет, я смотрю, у меня слезы на глазах. Я думаю, как переживают матери, как у них выдерживает сердце. Будь она проклята, эта война, будь прокляты эти фашисты. Недобитые фашисты, теперь их дети-правнуки начинают переписывать историю. Но пока что еще кое-кто-то жив, участников войны осталось немного, но они все-таки живы. Они могут только рассказать о правде, о войне, которая была настоящей, почему она началась и как она закончилась. И кто здесь правы, кто виноват. Я всем жителям нашего города желаю, чтобы никогда, никогда не было войны, чтобы их дети не воевали, чтобы матери не отправляли на войну. А всем тем, кто сейчас участвует в спецоперации, я желаю, чтобы спецоперация скорее закончилась, и чтобы их жизни были сохранены. Мира всем и добра.